22 мая по всей стране проходило предварительное голосование партии «Единая Россия». Целью «Праймерис» был отбор кандидатов на выдвижение от партии на выборах в Государственную и Московскую областную думу 18 сентября. «Праймерис», которые на этот раз были открытыми, могли принять участие все желающие граждане, имеющие право голоса, как члены «Единой России», так и беспартийные. Чтобы познакомиться с кандидатами, предварительному голосованию предшествовали дебаты. Участники обсуждали наболевшие темы, борьбу с коррупцией на всех уровнях, вопросы здравоохранения, социальной защиты, образования и работы с молодежью. Присутствующие на дебатах местные жители могли задать кандидатам интересующие их вопросы. Вы сказали, что вас поддерживает местная власть, у вас там все хорошо. Зачем вы придете дальше к правительству? Для меня не главное, чтобы меня поддерживало местная власть. Для меня главное, чтобы сегодня меня поддерживала та молодежь, с которой я работаю. «Единая Россия» стала первой парламентской партией, которая провела процедуру предварительного голосования. Стоит отметить, что дебаты кандидатов прошли в честной конкурентной борьбе, а голосование на «Праймерис» было прозрачным и не вызвало нареканий со стороны наблюдателей. О прошедшем предварительном внутрипартийном голосовании поговорим с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Валерием Венцарем. Валерий Николаевич, «Единая Россия» – единственная партия, которая провела «Праймерис». Можно же было оставить выбор между партийцами? Стол или затевать такое масштабное всероссийское голосование? Ну, вы знаете, да, действительно, партия «Единая Россия» в этом году провела такую беспрецедентную внутрипартийную предвыборную кампанию. На самом деле, партия «Единая Россия» и ранее проводила «Праймерис», вот, допустим, в 2011 году, мы все свидетели того, в Ленинском муниципальном районе также проходил «Праймерис», но был выбран другой тип, закрытый тип проведения «Праймерис», когда голосуют члены партии. Сейчас уже на уровне федерации, во всех субъектах нашей страны было принято решение Центральным комитетом партии о том, чтобы провести именно в открытой форме внутрипартийное голосование. И не просто так это было сделано, во-первых, для того, чтобы партийцы и именно те кандидаты, которые претендуют потом уже участвовать в предвыборной гонке и в Госдуму, и в нашем случае в Московскую областную думу, могли в первую очередь пройти некий такой естественный отбор, должны были проучаствовать в дебатах перед проведением самой процедуры «Праймерис». И на основании тех кандидатур, которые партия представила, сами жители, сами избиратели, помогая в том числе и партии, могли остановить свой выбор на достойных кандидатах. Поэтому я считаю, что это очень хорошая практика. В первую очередь она помогает еще и дополнительно кандидату подготовиться к основным выборам. А во-вторых, вовлечь в саму процедуру голосования, пускай и предварительно, внутрипартийного жителей. Пришло время подвести итоги. Кому оказали доверие жители района? На сегодняшний день мы можем однозначно подводить итоги по проведению внутрипартийного голосования в Государственной Думе Российской Федерации, 27-го созыва на территории нашего одномандатного избирательного округа номер 124, который называется Подольский одномандатный округ номер 124, у нас победил Фетисов Вячеслав Александрович. Соответственно, есть еще списочный состав кандидатов, которые прошли по федеральному списку в Государственную Думу по внутрипартийному голосованию. Эта информация уже официально размещена на официальном сайте партии «Единая Россия». А вот результаты Московской областной думы, они будут чуть позже объявлены, потому что итоги подводятся. Соответственно, на следующей неделе мы будем понимать, каким образом прошла итоговая, можно назвать, аттестация будущих кандидатов в Московскую областную думу. — Явка избирателей в районе была высока, особенно в городе Видное. Стоит ли ожидать такой же активности на основных выборах? — На самом деле, действительно, явка была большая, но хочу заметить, что у нас на территории Ленинского муниципального района работало 10 счетных комиссий. То есть у нас, когда идет обыкновенный день голосования, 48 избирательных комиссий, то в этот раз 10. И поэтому, в принципе, явка на уровне 7,6% по Ленинскому муниципальному району, она не такая большая. Почему? Потому что, вот еще раз я поясняю, что это внутрипартийное голосование. И здесь была основной задача наш актив партийный, наших сторонников, те, кто разделяет наши программы, чтобы они пришли и поучаствовали в этом мероприятии. Соответственно, по явке в целом, по стране, уже сейчас имеем официальные данные, это больше 10,5 миллионов избирателей поучаствовали. По Московской области это порядка 535 тысяч избирателей. То есть это где-то явка в пределах 9,5% от общего числа избирателей. Здесь я считаю, что в принципе с основной задачей мы справились, ну как партия. То есть мы привели своих членов партии, своих сторонников, провели хорошую работу по агитации. И если мы немножечко вперед будем забегать, конечно же, явка в сентябре на основных выборах 18 сентября будет зависеть от энергичности и активности избирательной кампании, в которой уже будут принимать и другие политические партии. И здесь, конечно же, я думаю, явка будет на высоком уровне, потому что традиционно выборы в Государственную Думу, выборы в Московскую областную Думу, они вызывают очень большой живой интерес у наших жителей. И я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришел 22 мая, проголосовал за наших однопартийцев, за тех достойных кандидатов, которые в будущем после проведения съезда партийного, который будет проходить в июне месяце, уже войдут в основной список кандидатов к 18 сентября. Потому что я считаю, что это большое доверие наши жители оказали нашей партии, партии «Единая Россия». Я уверен, что и в избирательном цикле, который начнется с июня месяца, мы оправдаем надежды наших избирателей, которые уже за нас проголосовали на внутрипартийном голосовании. Спасибо большое, Валерий Николаевич, за интересную беседу. А нашим телезрителям я напомню, что в студии у нас был секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Венцель. Мы обсуждали прошедшее предварительное голосование.